Мужчина, мы МЧС, все сейчас будет нормально, мы нашли тебя. Не хватает воздуха. Сейчас все поможем тебе выбраться из-под завала. Немного пошевели рукой, ногой. Получилось у тебя? В Харьковском институте МЧС создали уникальный 3D-тренажер для обучения курсантов. Его задача проста – максимально погрузить учащегося в выдуманную катастрофу, чтобы подготовить его к экстренной ситуации. Процесс обучения начинается с самого выезда, то есть из пожарной части, из пожарно-спасательной части, и курсант уже моделирует свои команды, уже как будто он является непосредственным руководителем этого подразделения. То есть он делает команды, он вводит команды, которые должен сделать, он выбирает, каким способом извлекать пострадавшего. Так как практика у нас есть, но иногда ее часто не хватает. Поэтому тренажеры могут показать те ситуации, в которые во время обучения, возможно, мы не сможем поучаствовать. Аналогичных тренажеров в Украине нет. Харьков – единственный город, который использует такую технику обучения. И, как говорят преподаватели, весьма успешно. Чем более новый тренажер, тем, соответственно, более эффектнее и более реалистичнее получаются эти тренажеры. То есть сама среда, в которую помещается наш курсант, там и есть, соответственно, 3D-графика, и реальные видеоматериалы, фотоматериалы, и плюс психологическая составляющая, реальные крики, реальные звуки. То есть все это достаточно продуктивно и реально срабатывает на психику обучаемого. Находясь в этой среде, курсант, перед тем, как пойти на полигон, на практическую деятельность, он уже будет готов психологически, морально работать в той среде, которая его будет ожидать на практической деятельности. Всего таких тренажеров в университете 10. У каждого из них своя легенда. Каждый направлен на ту или иную ситуацию, с которой может столкнуться спасатель во время работы. Эти легенды придумывает коллективы нашей кафедры пожарной тактики. Там есть люди, которые неоднократно участвовали в тушении пожаров, ликвидации аварийных ситуаций. Мы сочиняем, ну не сочиняем, вернее, а составляем эти сценарии, потом обговариваем с коллективом Центра информационных технологий, потом обговариваем, как это реализовать в видео, как это в 3D-графике реализовать. После этого начинаем уже съемки, графику и так далее. То есть работает целый коллектив. В работу новый 3D-тренажер запустят уже в этом году. Проходить учение на нем будут студенты 5-го курса. Ольга Корениченко, Денис Вишневский, 057.UA